Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет теговое видео, тег называется Мое меню. Это новый тег на российском ютубе, придумала его девушка Баунти Кис, это очень молодой начинающий блогер. Также я увидела совместный проект нескольких блогеров, на этот проект я тоже вам скину ссылку в инфобоксе и заинтересовалась. Ввиду того, что я начала на своем канале фитнес-дневник, это проект, где я рассказываю о своем правильном питании, здоровом образе жизни, тренировках. Я думаю, что будут вопросы о моем питании, именно непосредственно похожие с этим тегом, и решила сразу для вас его снять на все эти вопросы ответить. Если вам интересно данное видео, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Я буду отвлекаться смотреть на вопросы в айфон, я думаю, что не будет вас это сильно отвлекать. Первый вопрос. Сколько раз в день я кушаю? Я на правильном питании кушаю 5-6 раз в день. То есть, когда у меня тренировки, я, конечно, чаще кушаю, потому что я кушаю перед тренировкой и после тренировки. Если у меня нет тренировки в этот день, то обычно у меня вечерние тренировки, кроме субботы, поэтому я прихожу сразу, ем и могу там воды попить, чая после этого, но уже не ем на ночь. Следующий вопрос. Это размер моей порции. Ну, честно говоря, я такой человек обжора, у меня не всегда срабатывает вот этот вот стоп, прекрати есть. Точнее, он у меня иногда срабатывает, когда я уже как такой объевшийся телепузик. В меня уже просто ничего не влезает, я уже просто не готова ничего больше вместить, живот раздувшийся. Вот такое у меня тоже бывает, но это бывает очень редко. И надо что-то очень-очень вкусное придумать, чтобы я вот так вот, как шарик, реально сидела. Обычно моя порция фрукта это где-то грамм 300, творог где-то грамм 100, там и 100 грамм фруктов, если это, допустим, с творогом. Ну, наверное, да, 200-300 грамм, 200 грамм, если это что-то серьезное, там, может быть, мясо с овощами или мясо с гречкой или что-то в этом роде. То есть 200 грамм что-то тяжелое, там, 300 грамм это если фрукты, если арбуз, то это может быть очень-очень много, только никому не говорите. Но, честно, я могу съесть половину арбуз, там, килограмм 5 мякоти спокойно. Ну, не за один раз, но за вечер спокойно я уплетаю, и я, конечно, понимаю, что это очень-очень плохо, и так нельзя делать. Я после этого отекаю, но я не могу с собой справиться. Мой любимый продукт, мой любимый продукт это арбуз, я обожаю арбузы, я могу ими питаться просто днем и ночью, но единственное, что замучишь себе, говорит, в туалет, и с них можно отекать спокойно. Загрузочный день, что в меню? У меня есть загрузочные дни, раз в неделю я кушаю все, что мне заблагорассудится в рамках дневной калорийности. Ну, собственно, один какой-то прием пищи у меня получается неправильный в этот день. Но чаще всего это либо суши, куда-нибудь пойдем с молодым человеком, либо, может быть, это Макдональдс, да, бывает у меня тоже Макдональдс. Может быть, это какое-то громадное количество фруктов, типа, съесть половинку арбуза действительно, может быть, это мороженое, какое-то вот такое вот сладкое что-то. Но вот у меня нет конкретно, что прям вот я гружусь целый день и объедаюсь как хомяк. У меня какой-то один конкретный прием пищи, что я могу куда-то выйти и ни в чем себя не ограничивать. Но это не глобально получается, и все равно я говорю, это в рамках моего дневного рациона по калорийности. То есть нет такого, что я всегда ем полторы тысячи калорий, а вот в воскресенье я села и съела три с половиной тысячи калорий. Нет, я девочка, я не могу съесть столько много. Тем более, когда постоянно живешь на правильном питании, очень тяжело себя как-то, скажем так, впихнуть в себя невпихуемое, съесть что-то, что выше твоих сил. Далее. Какие диеты я пробовала? Господи, что я только не пробовала. Я питалась с рационом меньше тысячи калорий. Если вы не видели это прекрасное видео, где я об этом рассказывала, то ссылка будет наверху. Я пыталась сидеть на монодиетах, что я на себе только не пробовала. Но монодиеты у меня хватало дня на два, наверное. Дальше я понимала, что нет, я так издеваться над собой не буду. Потом, что еще? Я пыталась себя ограничивать в чем-то там сладком, питаться без сладкого. Ну, собственно, к чему я пришла, это вот правильное питание, на чем я сижу сейчас. То есть, это можно считать как диета тоже. То есть, это определенный образ жизни все-таки, даже нежели чем диета. Но если кому угодно считать именно мой рацион как диету, то хорошо. Мой вес и рост по факту и желаемый вес и рост. Мой фактический рост 168 сантиметров, мой фактический вес 53 килограмма. Я думаю, что мой желаемый рост и вес, рост я изменить уже не могу, мне 22 года, слава богу, будет. Вес, наверное, около 50-52 килограмм. То есть, я хочу чуть-чуть сбросить, но я понимаю, что я за счет тренировок, за счет наращения мышечной массы, у меня не получится глобально сбросить. То есть, уйдет жир, придет мышечная масса, и мой вес глобально не изменится. Но я вот надеюсь, что это будет где-то 50-52 килограмма, мне психологически будет так комфортно. Максимальный вес и его причина. Мой максимальный вес был в 14 лет, 65 килограмм. Дело было в том, что я ушла из спорта, то есть, я 8 лет занималась плаванием, и когда ребенок плавает, допустим, то он не ограничивает себя никак в еде, у него все прекрасно. Плюс я еще как-то от природы такая была не худенькая. И папа меня достаточно раскормил, потому что папа меня божественно готовит. И, собственно, все эти факторы, то, что бросила спорт, любила покушать, дома вкусно кормили, жирненько, там, мяса много, борщи, там, вот это все. И плюс, как бы, в принципе, может быть какая-то такая генетическая склонность, ну, не к полноте даже, просто у меня мама тоже, она до какого-то возраста была очень даже крупной девушкой. И потом она вот где-то в переходном возрасте тоже похудела. Но в любом случае, вот как-то, наверное, все эти пункты сложились в том, что в 14 лет я весила 65 килограмм, меня это не устраивало. Я рассказывала уже об этом, о том, как я худела, что я делала для этого. Следующий вопрос, мое отношение к веганству и сыроедению. Я не люблю мясо, я, честно говоря, не люблю курицу, не люблю мясо, но я никогда не стану вегетарианкой, потому что, во-первых, я на правильном питании сейчас, на данный момент, а там без курицы той же самой, без каких-то продуктов животноводства, ну, сложно достаточно обойтись. Плюсом еще является, что все-таки люблю я там такие продукты, как яйца, творог, кефир, молоко. И курицу-то я готова есть, если она вкусно приготовлена, если там я запекла еще что-то. Просто, скажем так, у меня нет такого, как многие люди реально любят мясо. Я больше люблю овощи, так по жизни случилось, но вегетарианцами я никогда не стану. И сыроедами я тоже вряд ли стану, потому что я люблю салат, это очень вкусно, но при этом все-таки, допустим, зимой достаточно сложно питаться одними салатами в России, потому что это реально будет дорого, во-первых, а во-вторых, те овощи и фрукты, которые у нас зимой, они не содержат то количество витаминов и минералов, во-первых, а во-вторых, они сами по себе не очень вкусные. Мы будем откровенны, поэтому достаточно это сложно, наверное, в условиях суровой российской действительности. Вот, тоже как бы... Я спокойно отношусь и к веганству, и к сыроедению, но где-то вот там, ребята, вы хотите, питайтесь, я не хочу. Моё отношение к голоданию? Моё отношение к голоданию... Никакое. Если кто-то хочет морить себя голодом, пожалуйста, я никогда не буду голодать, потому что я люблю покушать, во-первых, во-вторых, я очень тяжело переношу голод, потому что даже сижу, когда, допустим, пропустила обед, у меня как навязчивая идея, я пропустила обед, мне надо что-то кушать, потому что я вот чувствую, что у меня желудок начинает болеть от того, что я не покушала. Для меня кушать это важно, я не могу без того, чтобы покушать, поэтому голодать я никогда не буду. Вот и всё. Мои небольшие советы и пожелания. Мои самые главные советы это слушать себя, что подходит вам, посмотреть, поэкспериментировать с питанием, от чего вы поправляетесь, от чего вы не поправляетесь, потому что не всегда правильное питание в традиционном виде, как оно есть, оно может вам подходить, то есть, возможно, вам придётся его адаптировать, исходя из ваших индивидуальных параметров, исходя из вашего обмена веществ, из ваших пожеланий. С другой точки зрения, хотелось бы пожелать упорства, терпения, не всегда за неделю к вам придёт результат, который вы хотите, не сидеть на монодиетах, я тоже вам всем желаю и призываю не издеваться над своим организмом, только какой-то адаптированный под ваш организм правильный рацион, правильное питание, только спорт, только тренировки. Всё, это все вопросы, я на них постаралась ответить, и всё. Если вам понравился этот тег, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, а как бы вы ответили на вопросы данного тега, и всё, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео.